Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня» и у нас в гостях руководитель проекта «Медицинский дом Одрекс» Сергей Калинчук. Сергей Васильевич, здравствуйте! Здравствуйте! Чуть меньше года назад открылся «Медицинский дом Одрекс», чуть больше месяца заработало стационарное отделение, то есть проект интенсивно развивается. На сегодняшний день что Вы предлагаете? С какими заболеваниями к Вам приходят, какие проблемы к Вам приходят решать? Прежде всего хочу сказать, что работает наш первый этап, работает очень успешно и это дает нам возможность развивать наш центр. Мы стартовали с диагностического центра, с центра семейной медицины, с центром амбулаторной помощи. И вот этот уникальный продукт для нашей ситуации, который мы разработали, паспорт здоровья, эта программа развивается. Это программа прежде всего профилактики возникновения рисков по социально значимой патологии. Это прежде всего сердечно-сосудистая онкопатология. А удалось ли в первую очередь в головах людей переключить направление на то, что нужно не лечить, а нужно предотвратить заболевание? Ведь это самая главная проблема сегодня. Алис, если я скажу сегодня, что нам удалось изменить ментальность наших людей, ну, наверное, мне это самому будет смешно. Но эта работа направлена на много лет и не только в медицинском доме «Одрекс». Ментальность меняется годами, если не десятки лет. Десятлетиями. А в такой сфере, как медицина, здесь ментальность может измениться либо путем каких-то революционных потрясений, да, либо путем системных изменений. Системных изменений имеется в виду что? Имеется в виду то, что здоровье станет, условно говоря, как это не может быть аморально звучит, а экономическая составляющая жизни каждого человека. Что я имею в виду? Прежде всего, это в конечном итоге введение того же закона о страховой медицине. Почему? Потому что страховой полис человек получит только в том случае, если он пройдет предварительное обследование с точки зрения выяснения его состояния здоровья. Сергей Васильевич, если мы говорим о предварительном обследовании, ведь сейчас, если прийти в обычную поликлинику, сказать, вот, здоровый человек, я хочу пройти медосмотр. Ну, это, во-первых, выливается в очень большую потерю времени и нервов и всего остального, о чем мы тоже можем поговорить. Ну, самое главное, сами врачи даже не всегда готовы к таким, казалось бы, здоровым пациентам, которым просто нужно подтвердить, что они здоровы. Они спрашивают, а зачем? Как у вас встречают таких, я не могу сказать, пациентов, клиентов, которые хотят удостовериться, что с ними все в порядке и что ничего не произойдет с ними? Вы знаете, лично для меня и для всей команды медицинского дома «Одрекс» это, ну, вот, наиболее желаемые пациенты с той точки зрения, что это люди, которые доверили нам свое здоровье. Это не люди, которые пришли уже с патологией, потому что когда у человека уже болит, он в любом случае прибежит. Он прибежит в «Одрекс», он прибежит в другую клинику, но он придет, потому что у него вот есть реальная боль. А вот когда человек… То есть доверить болезнь можно найти врача, кому доверить здоровье? Да, даже не потому, что можно найти, а потому что у человека другого выхода нет просто, ему надо искать сейчас срочно врача, у него срочно, у него, ну, реальная проблема и реальная угроза. Когда же у человека нет этой угрозы, и когда он приходит и говорит, что я вам доверяю свое самое ценное, да, свое здоровье, вот это как бы уже, ну, высочайшая степень доверия. Я еще раз хочу сказать, что для нас это, ну, для нас все пациенты цены, просто это уже та степень доверия, которая характеризует уже работу нашего центра. И, слава богу, таких людей становится с каждым днем все больше и больше, но еще раз хочу сказать, что это ментальность, которая меняется либо годами, либо системным изменением в целом структуры, структуры системы здравоохранения и, самое главное, идеологии системы здравоохранения. Не так, как у нас сегодня система работает на койку, да, вот у нас сегодня финансирование стационаров идет по количеству койек, да. Ну, это мы будем говорить о стационаре, да, чуть позже будем говорить о стационаре, а вот на сегодняшний день, то есть вы говорите, что люди приходят, как приходят, по одному, с семьями, можно ли прийти с ребенком? Самые различные ситуации, у нас достаточно много уже семьи, у нас работает команда педиатров, которая обслуживает наши семьи, услуживает в том числе и по острому состоянию, потому что детки болеют, иногда ОРВИ, еще другая патология. То есть это те самые вызовы, которые могут быть в середине ночи? Абсолютно, мы эти вызовы все обслуживаем, мы обслуживаем все наши семьи в любое время, дня и ночи, 365 дней в году. К нам приходят семьи, к нам приходят большими семьями, когда приходит глава семейства, у него там есть сыновья, дочери, у них есть свои уже семьи, и вот он берет пакет полностью. Это, наверное, удобно еще, и можно, в общем-то, выявить наследственность, которая может проявляться. Прежде всего, это забота, это забота о своих близких, это забота. У нас, кстати, вот мы когда начали работать по первому этапу нашему, по диагностическому центру, центру семейной медицины, мы буквально в ближайшее время, мы обратили внимание, что к нам приходит много достаточно молодых еще людей, которые хотят... Обезопасить себя. Обезопасить даже не себя, а своих родителей. Да, вот они активные молодые люди, а у них бизнес, они занимают какие-то, ну, какие-то значимые должности. Сохранить здоровье родителей, это... Они все время где-то в разъезде, у них все время голова занята, там, массой каких-то проблем. А заставить родителей сходить в районную поликлинику, это целая проблема. Да, это нереально, они приходят к нам, они нам отдают свою степень определенной ответственности за сохранение здоровья своих родителей. То есть у нас есть самые разные варианты, у нас уже, слава богу, вот скоро год существования центру, уже есть статистика, уже есть наработанные какие-то программы. И хочу сказать, что центр направлен на индивидуальное обслуживание каждого. Потому что разрабатывать на сегодняшний день какую-то единую программу при тех социальных особенностях, экономических особенностях населения нашего города, это было бы, наверное, не совсем правильно. Поэтому у нас индивидуальный подход к каждому пациенту, к каждому клиенту, к каждой семье. Ну, Сергей Васильевич, вот все-таки центр частный, то есть это, возможно, воспринимается как некая альтернатива государственной медицине. Вот в чем еще разница? То есть я понимаю, что это и не поликлиника, это не больница, но это и не санаторий. То есть какие права и свободы пациент имеет? Ну, абсолютно мы не работаем пока, не работаем по системе реабилитации, поэтому мы достаточно жестко регламентированы в условиях того, что это медицинское и лечебное учреждение, где ведется амбулаторный прием, где ведется диагностические, различные манипуляции проводятся. И это стационар, поэтому у нас все законы сохранения работоспособности стационара, в том числе и с точки зрения поведения нашего клиента, нашего пациента, они соблюдены. С точки зрения же того, что да, это частная структура, но при этом еще раз хочу сказать, что это медицинское учреждение, соответственно, все подходы здесь строго регламентированы с тем, чтобы оказание медицинской помощи одному пациенту не влияло на состояние, в том числе и психологическое состояние другого пациента. Сергей Васильевич, часто принято считать, что частная медицина – это дорого. Но дело в том, что не будем скрывать, что в государственной системе мы точно так же оставляем деньги. То есть все-таки как Вы считаете, что сегодня частная клиника? Это выбор, это возможность, это альтернатива? К сожалению, действительно, в связи с системным, хроническим недофинансированием системы, или Вы знаете, вот опять же, имея определенный опыт работы в государственной системе здравоохранения, я хочу сказать, что это даже, ну, есть элементы недофинансирования системы, а есть элементы раздутости системы. Она просто настолько большая, что у меня такое впечатление, что весь бюджет Украины, если сложить вместе, он все равно не потянет нашу систему здравоохранения. Но это уже другой вопрос, как бы проблем системы здравоохранения государственной. Что же касается нашего центра, это действительно мы предлагаем населению города Одессы, жителям города Одессы, мы предлагаем просто альтернативный вариант. Вы говорите об альтернативе, но я так понимаю, что главная альтернатива – это отношения. Ведь те специалисты, которые у Вас работают, лучшие специалисты, к ним можно попасть на прием, и не только у Вас. Безусловно, Вы знаете, вот хочу еще раз обратиться к тому, что наш центр называется «Медицинский дом Одраксы». И «Медицинский дом», именно это название «дом», вот слово «дом» не просто так было выбрано. Почему? Потому что мы изначально идеологически хотели создать максимально комфортные условия для наших клиентов, а, к сожалению, наши клиенты – это очень часто больные люди, это люди со своими проблемами. И вот здесь максимальное внимание и комфортное отношение настолько принципиально важно. Сохранить здоровье. Абсолютно верно. И вот как раз альтернатива отношения к пациенту, отношения к больному человеку – это и есть один из вариантов той альтернативы, о которой мы сегодня говорим. С одной стороны, с другой стороны, безусловно, у нас работают как наши штатные специалисты, которые работают только у нас. У нас также работают и наши консультанты, которым я очень благодарен, потому что они работают в других лечебных учреждениях и при этом работают в нашем центре, находят время. Но при этом для нас было принципиально важно создать для них тоже свои условия комфорта, с одной стороны, а с другой стороны, дать им возможность раскрыть себя. То есть те технологии, которые сегодня у нас есть, позволяют нашим специалистам максимально раскрыть себя с точки зрения своей профессиональности, с точки зрения своего профессионального роста и так далее. О технологиях. Я так понимаю, что понятно, что диагностическая база прекрасная, но вот эта технологическая база также позволила открыть стационар. Ведь стационарное отделение – это операционные, это совершенно другой уровень в принципе медицинского учреждения. То есть какие возможности сейчас появляются перед одесситами? На сегодняшний день я хочу сказать, что прошло чуть больше месяца после открытия нашего стационара, у нас уже прошло больше 20 очень сложных операций. Операции на аорте. Операции, то есть это главный сосуд организма, самый большой сосуд организма. Очень тяжелая операция, тем не менее, благодаря, с одной стороны, профессиональным навыкам наших специалистов, с другой стороны, тем техническим возможностям, которые у нас есть. Все эти операции прошли благополучно. Операции на нервах, операции при повреждении конечностей, операции при патологии венозной системы. Кроме этого, у нас за это время уже прошли лечения больные с кардиологической тяжелой патологией, с неврологической, больные с инсультами. И слава Богу, еще раз хочу сказать, что подготовка наших специалистов, с одной стороны, с другой стороны, технологическое обеспечение процесса позволяет сегодня нам получать тот результат, а сегодня у нас только положительные результаты, слава Богу. Сергей Васильевич, ну ведь успех операции – это не только сама операция, то есть понятно, что медицинские инструменты, та техника и, собственно, те руки, которые это делают, это, безусловно, очень важно, но еще и послеоперационный процесс. Уход, безусловно. Это уже ложится на плечи, наверное, среднего персонала. Вот каким образом строится эта работа, то есть что предлагаете сейчас пациентам, вот чем отличается этот уход у вас в вашем медицинском доме? Ну, вы знаете, я, слава Богу, имею опыт работы, учитывая то, что я начинал свою медицинскую карьеру с должности медсестры в отделении неотложной хирургии 411-го госпиталя, и так потом уже прошел через интернатуру, клиноргенатуру, аспирантуру, руководство клиники. Поэтому я прекрасно понимаю, что если для консультативно-диагностического центра 90% функции успеха – это врачебное умение распознать диагноз, это врачебное умение раскрыть пациента, потому что к нам очень часто приходят люди, как и в другие клиники, которые не готовы сегодня сказать о всем том, что у них наболело внутри, они просто для себя, даже внутренне закрываются. И здесь на 90% успеха – это уже непосредственно умение врача работать с пациентом. То вот как раз для стационарной помощи, особенно хирургической стационарной помощи, здесь уже очень большая роль среднего персонала, и поэтому, открывая наш стационар, мы начали работу со средним персоналом, мы провели такой достаточно мощный, грубо говоря, кастинг. При этом мы отобрали на каждую должность по 3-4 человека, после этого они у нас проходили стажировку, у нас работает специальная группа психологов, которая работает с нашим средним медперсоналом для того, чтобы… Прямо как в кино. Ну, на самом деле это вот все рядом на Раскидайловской, поэтому… Все, что в кино показывают, все реально в нашей жизни. Сергей Васильевич, вы говорили о том, что когда создавали медицинский дом «Одрекс», то есть необходимо было создать такое медицинское пространство, когда человек в Одессе может получить консультативную помощь из Киева, из других городов, возможно, даже из других стран. На сегодняшний день удалось или пока в процессе? На сегодняшний день у нас работает уже наш, мы его так назвали, международный отдел, работает уже данная наша структура, мы имеем контакты с нашими европейскими партнерами, мы имеем контакты с нашими украинскими партнерами, мы работаем с ведущими клиниками не только за рубежи, ближнего или дальнего, мы плодотворно работаем и с нашими украинскими клиниками, и в частности с клиникой доктора Емца, у нас ежемесячно, два раза в месяц проходят консультации, сейчас мы переходим на новый этап сотрудничества, у нас будут телеконсультации, телеконсультации будут проводиться уже по мере необходимости, уже пациенту не надо ждать вот этих вот два дня в месяц. А, то есть вы отдаете своих пациентов в другие клиники, в другие города? Если пациент хочет услышать третье мнение, второе мнение, третье мнение, мы должны предоставить ему эту возможность. Если мы видим, что пациент в чем-то сомневается, если пациент не уверен в том, что те варианты решения, которые мы ему предлагаем, мы обязаны предоставить ему второе, или третье, или четвертое мнение, а дальше в любом случае выбор, где будет лечиться пациент, у кого будет лечиться пациент, прежде всего это пациент. Я так понимаю, что вот это медицинское пространство, это не только выбор, но и это еще возможность работы с другими, самыми лучшими клиниками? Абсолютно. Это не просто возможность работать, это возможность обмена информацией, обмена опыта, обмена знаниями. С одной стороны, с другой стороны, это постоянная внешняя система контроля. Контроля за работой непосредственно и наших специалистов. То есть операцию на сердце, например, Одрекс пока не планируют делать, но отправляют пациентов в Киев? Абсолютно верно. Отправляем в Киев и после операции мы дальше сопровождаем пациента здесь, уже в Одессе. И опять же, вот эта вот цепочка, когда пациент приехал на операцию, ему сделали операцию и потом дальше он уезжает. И как дальше он уезжает? У него вроде бы был хороший свой кардиолог, который его направил в Киев на операцию. Но у кардиолога, хороший кардиолог, хороший специалист, но у этого кардиолога нету просто контакта с тем хирургом, который прооперировал его в Киеве. И вот здесь получается уже вроде бы и там хорошие специалисты, здесь хорошие специалисты. Но за счет того, что нету вот этих вот коммуникаций, жизненно важных для пациента, коммуникации между двумя специалистами, у пациента могут возникнуть проблемы. Мы как раз пошли по пути налаживания именно вот этих вот коммуникаций и сопровождения пациента. Конечно. Сергей Васильевич, спасибо за эту беседу. Ждем вас уже в ноябре. Будем говорить о новых планах, о тех возможностях, которые снова откроются перед одесситами. Благодарю вас. Напомню, что у нас в гостях был руководитель медицинского дома «Одрекс» Сергей Калинчук. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова